Вечная слава победителям! В городском фотоклубе открылась выставка, посвященная Дням скорби, примирения и победы. Одно из центральных мест экспозиции занимают кадры, снятые уже в наши дни, во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Их автор, Данила Бондаренко, признается, фотография стала для него там способом отвлечься от ужасов окружающей действительности, поэтому старался снимать что-то положительное из обычной жизни на передовой. Самым ярким фотовоспоминанием для него, пожалуй, стал момент, когда дети прислали солдатам свои письма с рисунками. Чтобы показать, что донести, что мир самое важное, надо, чтобы люди увидели, чтобы было чем сравнить, я думаю. Если они увидят людей без ног, без рук, вот этих раненых, ну там жесть вообще. Я думаю, что каждый человек призадумается после этого. Если только мы забываем историю, мы сразу начинаем делать те же самые ошибки. Это относится сегодняшнего агрессора. Если только забыли, сколько жестокости и сколько горя приносит война, мы уже говорим, что уже больше 70 лет прошло закинчение Другое святое. И сразу начинают скрывать эти же ошибки, начинают раздувать эту агрессию. Один из самых трогательных моментов – встреча бойцов, вернувшихся из зоны АТО, снимала сестра Данила Елена. Мы встречали брата всей семьей, и вначале я хотела, чтобы подошла мама, сын его, супруга, а потом уже я. Ну и получилось так, что сняла это все. Есть на выставке и фотолетопись Второй мировой портреты ветеранов и современных реконструкторов тех далеких событий. Самые свежие снимки прошлого года. Тогда во время празднования Дня Победы каждый желающий мог поучаствовать в создании огромного панно из цветков мака, международного символа скорби по жертвам нацизма в Европе. Мы постарались выставку как-то сделать интересно. Это лица, люди, вот эти мужественные лица наших ветеранов, лица сегодняшнего дня. При всем разнообразии авторских подходов к отражению такой непростой темы, главный месседж выставки читается без всякой подсказки. Нет войне, да будет мир. Накануне Дня Победы всем очень хочется верить. Счастливое будущее Украины не за горами.